Приветствую всех дорогие друзья. Наконец-то я решил обновить себе домашний компьютер и вместе с этим хочу сделать серию роликов с подробным обзором комплектующих, сборкой ПК, настройкой, установкой системы и разгоном. Если вам понравится такой формат, то не забудьте поставить этому ролику лайк и подписаться на мой канал. И сегодня давайте посмотрим на материнскую плату. Сразу хочу сказать, что главной целью такой сборки будет производительность в играх и монтаже видео за разумный бюджет. Под свои цели я выбрал материнскую плату MSI B450M Mortar Max, так как у меня в планах поставить именно восьмиядерник и немного его разогнать. Данная материнская плата имеет весьма приятную цену и довольно большой функционал, а главное хороший питальник. В описании я оставил ссылки на эту материнскую плату в магазины РФ и Украины. По ним вы можете узнать актуальную стоимость такой платы в вашем городе. А начать обзор я хочу с поддерживаемых процессоров. Данная плата поддерживает абсолютно все процессоры от первого до третьего поколения Ryzen. Причем у версии Max BIOS обновлять не надо для установки Ryzen 3000. Также компания MSI пообещала выпустить обновление UEFI для новых процессоров Ryzen 5000, так что если вы планируете сборку сразу на каком-то Ryzen 5 5600X, то можете подождать обновление прошивки и установить его в Mortar Max. У платы также присутствует функция прошивки BIOS без процессора, так что обновить BIOS для Ryzen 5000 можно спокойно и без танцев с бубном. Что касается оперативной памяти, то на плате 4 слота для установки модулей DDR4, которые поддерживают планки с XMP до 4133 МГц. Но это только для процессоров третьего поколения. Для более старых процессоров поддерживается только 3466 МГц, но больше им особо и не надо, ведь 3533 МГц является потолком для второго поколения. А максимальный объем памяти может составлять 64 ГБ. Для установки видеокарты тут имеется один усиленный слот PCIe 3.0 X16. Второй же слот X16 уже работает в режиме 2.0, как и два разъема X1. Также на плату можно установить два накопителя M.2 SSD. Один из них работает в режиме 3.0 напрямую с процессором, а второй работает через чипсет и при его установке нижний слот PCIe будет недоступен. Материнская плата также поддерживает работу накопителей в режиме RAID 0, 1 и 10 для SATA и RAID 0 и 1 для M.2. На самой плате имеется всего 4 разъема для подключения SATA, что не сильно много. Но этот минус компенсируется дополнительным слотом для M.2. А вот разъемов для подключения корпусных вентиляторов тут более чем достаточно. На плате их всего 4, один подпроцессор и три подкорпусные вертушки. И давайте поговорим о самом главном, о питальнике. В Mortar Max он построен на 6 реальных фазах, как и в модели без приставки Max. На всей плате установлены MOSFET фирмы Sinopower. В верхнем плече стоит 2 по 55 А, а в нижнем 2 по 80 А. Собственно сам питальник и делает эту плату отличной покупкой за свои деньги, так как этих шести фаз вполне хватает для запитки восьмиядерных процессоров. А для питания памяти тут установлена одна фаза на тех же MOSFET от Sinopower. Кстати само охлаждение на фазах питания ядер очень массивная и отлично справляется со своей задачей. А температура такого питальника под полной нагрузкой Ryzen 7 3700X поднимается максимум до 47 градусов в открытом стенде, что однозначно неплохой результат. Поэтому если вы собираете бюджетную сборку на шестиядерники, то эта плата идеальный вариант, но вы также можете взять и простенькую B450M S2H. Но вот если речь идет про более мощные райзены, то однозначно имеет смысл присмотреться к мортору. Кстати по тестам энергопотребления новых процессоров на Zen 3 можно уверенно сказать, что эта материнка не расплавится и под Ryzen 9 5900X. Но я думаю под такой процессор намного лучше взять материнскую плату на B550 чипсете с поддержкой PCI Express 4.0. А вот для сборки ПК на Ryzen 5 5600X или будущей версии без XA это вполне себе годный вариант за разумные деньги. На фронтальной панели такой платы очень много полезных разъемов. Например, тут есть PS пополам, кнопка для прошивки биоса, разъем DisplayPort поддерживающий вывод изображения со встройки вплоть до 4К 60 Гц, а также HDMI с поддержкой максимального разрешения 2560 на 1600 при обновлении 60 Гц. Ну и конечно же стоит отметить поддержку USB Type-C. В роли сетевой карты тут используется обычная Realtek 8111H на Gigabit. А вот звук тут стоит не самый обычный, а ALC892 с поддержкой цифрового разъема. Данная звуковая карта выступает на голову выше чем ALC887 в самых бюджетных платах, но какого-то потрясающего звучания как от дискретных аудиокарт ждать не стоит. К минусам такой платы на мой взгляд можно отнести отсутствие радиатора на цепях питания контроллера памяти. В остальном же плата вполне оправдывает свою стоимость. Текстолит у нее достаточно прочный и не прогинается, а качество пайки в целом нормальное. В дальнейшем я планирую прикупить к ней какой-то Ryzen 7 и две не сильно дорогих планки по 8 гигабайт и буду все это дело потихоньку собирать и вам показывать. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает мои ролики лайками и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.